Начинаю свое путешествие по супермаркету. Вот золотилушка. И поехали. Первый ряд. Это там, где промо-сума или акции. Снижаем цену. Разного рода продукты. Они здесь часто. Кар-фу переводится как перекресток. Мне нужна плитка шоколада, поэтому заворачиваю направо. Буду делать маленький шоколадный тортик. А чуть выше находятся овечьи сыры. Это знаменитое. Ой, падает. Вот она. Руки везет. Вот она фита. Я беру этот греческий сыр на салаты. Мне очень нравится вот такой брикетик. Очень удобно резать квадратиками. И уже готов к употреблению. Это сыр для фондю. Вот здесь прямо вот показано, что он плавится вот его кусочками. Он плавится и его наливают на овощи, на мясо. Ну, кто как любит. Вот это здесь великое множество. Это маскарпоне для изготовления дезертов. Это сыр-крем. Идем дальше. Вот этот самый имминтай. Ну, его здесь тоже великое множество. Там дальше есть кусочков. Более крупных. Здесь уже в нарезке. Вот этот сыр имеет очень короткий срок годности. Его надо употреблять в ближайшие дни. Два-три не больше. Готов к употреблению. Причем это белые бактерии. Белая плесень. Здесь у нас Рокфор. Рокфор. Здесь вариант Макси. Здесь поменьше. Разных компаний. Здесь тот же Рокфор. Я беру небольшой, потому что лучше его взять свеженьким. Так. Это частичка сыров козьих. Они продаются и круглым. И шахтат в таком виде. И вот. И вытянутым. Мне больше устраивает вот в таком виде. Очень удобно резать. Есть маленькие, а есть вот большие. Различных компаний, но все одно и то же. Ну, кстати, такие варианты есть. Закусочные. Очень удобно на аперитивчик. Это сыр внутри ветчины. Сыр с плесенью. Серая плесень. В общем, здесь тоже великое множество. Так. Едем дальше. У нас впереди мягкие сыры. Очень люблю мягкие сыры. Вот этой фирмы. Тартар. Я не знаю, в чем у нас сравнив. Но в России я таких не видела. Вот в России есть плавные сыры. А здесь вот они такие белые. С добавками всевозможными. Лука, чеснока, грецкого ореха, даже перца, кедрового орешка и даже вот фига. В общем, на любой вкус и кошелек. Я, пожалуй, возьму с перцем. Давно не брала. Это для детей. Тот же самый сыр, только в упаковке. Либо с добавлением фруктов, либо в такой забавной маленькой упаковочке, чтобы дети могли есть и играть одновременно смеющиеся коровы. Вот они. Очень интересный сыр. Очень популярен здесь во Франции. Вот в таком маленьком виде. Подарочные сыры. Покозий. Подарочек. Покозий сыр. Вот такой подарочек. А вот мы приблизились к твердым или полтвердым сырам. Конте мой любимый. Вот он. Его обожаю. Сейчас и возьмем. Еще люблю вот этот сыр с тмином. Возьмем его в следующий раз. Сыр уже разрезан. На кровью можно взять маленькие брикетики. На кровью такой-то козий. Вот этот если брать, то его надо есть сегодня же. Ну, может быть мы сегодня же и возьмем. Разрежем. Покажу тебе, что внутри. Еще вот здесь сбоку есть очень забавные вещи. Очень забавные вещи. Сыри, которые, что называется, вот. Хватай и иди. Вот смотри. Сыр в кубиках. Вон они. Я открываю. Это кубики. Каперетиву. Очень вкусно. Здесь, например, вот в одной. Здесь, значит, томат. Элементальный сыр. Жамбон – это величина. И ульон фондан – это сыр, который растекается с луком. И вот их несколько. И разные вкусы. Очень интересно подавать к аперетиву, к винам. И вот это тоже интересный вариант. Смотри. С палочкой потом внизу. То есть натыкается каждый элемент сырный. И сразу в рот. Вот. А еще, чтобы француженки не натирали свои рученьки, вот здесь есть особый райончик, где сыры уже натерты. Смотри. Вот он уже натертый. Вот для пиццы уже готова. Вот это большое количество сыра. Вот еще больше. В общем, вот их достаточно много. в кусочках, в гранулах, в больших кусочках. Это пармезан натертый. Кстати, пармезан – это итальянский сыр. Вот он здесь уже натерт. Очень удобно к употреблению, потому что если его купить в куске, он просто кирпич. Он очень жесткий. Вот тоже пармезан. Вот он здесь, кстати, на рисунке и в виде кирпича. И уже в протертом виде. Протертым и просто так удобно. Сейчас еще куда иду к прилавку, там в самой глубине этого отдела. И там сыры прямо в больших… в виде формы круглой. Пойдем. Покажу тебе, там сыр отрезают столько, сколько тебе нужно. Здесь-то он уже расфасован, а там его тебе отрежут в нужном объеме. Я пришла в магазин «Утрап», надеявшись, что будет поместь народу. Народ, конечно, не так много, как обычно, зато очень много всяких… Тележек, картонок… Вот здесь сыр нарезают кусочками, а вот здесь вот уже готовый. «Буфор», «Медволь», «Брих», «Элементаль», его можно определить по дыркам. «Комптейль», который мы уже взяли. Вот та же самая моцарелла. Вот она в большем объеме, ну видишь, жидкости. Ну, царовой больше делать не будем. Здесь сыр с добавочками. Всевозможные. Они могут быть и фруктовые, и орачные, и мясные, всякого рода добавки. Этот сыр тоже нарезается, по желанию покупателей. А вот это смешание сыра «Chevre Gobi». Это козий и овечий. В принципе, он отличается по цвету овечий сыр, он всегда белого цвета. Ну, собственно, как и козий. А вот здесь вот акция проходит, вот этот самый парниза, который, я тебе скажу, что он твердый. Вот он четвердый, подается. Вот этот же квадратик, который он нарезает. И сейчас проходит презентация его. Вот он здесь представлен в таком огромном виде. Можно даже, кстати, попробовать. Вот это пармезан. Идем на кассу. Еще я купила томаты, трапку к салату и масло. И сейчас представлены собой вот такие любые. Девушки-помощники приглашают пройти на кассу, который ослаблялся. Вот такая живая очередь. Стоим торпеливо. И ждем своего часа. Свои минуты скорее. Чуть проходит достаточно быстро. Не надо держаться. Потому что касс 38. Почти все работают. Дверь только закрыта. Я шагаю по одному золочек французу и приближаюсь к маленькому магазинчику нашего приятеля Жанлюка. Он хозяин и продавец в магазинчике хомажа или сыра. Сейчас мы с ним поздороваемся. Вон он работает. Жанлюк. Привет! 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 Здравствуйте! Итак, Жанлюк продает вот такие рубашки. Цены здесь, конечно, кусаются, но качество отменное. Кстати, сыр здесь не только французский, но и итальянский. Шамлюк разрезает вот эти большие грымыши сыра на маленькие частички и продает то, сколько хочет, только покупает на пусты кошелек. Я люблю покупать сыр, потому что он должен быть отвечать за качество. Три раза в неделю он меняет ассортимент, и сегодня в пятницу сыр не очень много. Он должен его продать за сегодняшний день и за завтрашний, чтобы в понедельник была уже новая партия. Сырок будет гораздо больше и не будет свежим. Сыра с добавками, с травами. С кусочками аминок. Есть даже с цветами. Как он называется? Как он называется? Эфлех. Все здесь есть и коровьи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Добавляем DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сливочный вкус уже чувствую. Похож на творог. Сейчас мы его тоже красиво распакуем. Места на доске уже нет. Мне нравится взять другой нож. потому что малинаш уже использовал сейчас я снова плетим и формицарм вот это обычное блюдо чтобы не смешивать вкус вот эта вкусная часть сердцевина она уже расплавилась уже крем получился это сыр очень трудно использовать во всем что запекается в общем я думаю о сырах говорить можно долго и бесконечно но надо пробовать пожалуйста пробуйте ведь это и есть вкус жизни надо попробовать как можно больше сыров чтобы понять чтобы понять не только вкус сыра вкус продукта но и вкус Франции вкус жизни поверьте это стоит того чтобы не пропустить что блюдо что может быть украшен надпе посчитать